Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волна. И, как всегда, хочу сказать спасибо за то, что смотрите нас сегодня. Хочу также сказать особенное спасибо всем партнерам, благодаря которым эта программа выходит в эфир здесь и по всему миру. Благодаря вашей щедрости мы можем приносить изменяющие жизнь послания. Что произойдет сегодня? Мы запускаем пятинедельную серию учений, которую я написал, находясь в Израиле. Это был тур по Святой Земле. Для проповедника нет ничего более мощного, чем отправиться и увидеть места, в которых проживалась и творилась Библия. В течение следующих пяти недель мы будем делиться жизненным учением или туром по Святой Земле. Вам очень понравится первое учение, потому что мы будем учить с горы Кармил. С того места, где пророк Илья стоял перед царем Ахавом, народом израильским, перед пророками Ваала, он бросил вызов им, если Бог — это Бог, давайте служить Ему. А если Ваал — Бог, то будем Ему служить. Я хочу говорить с вами с горы Кармил. Мое самое любимое послание звучит так. Это учение об Илье. Итак, мы начинаем изменяющие жизнь послания, жизнь в стороне или в центре, на горе Кармил. Я уверен, вам оно понравится. И еще раз спасибо за то, что смотрите нас. Я снова с вами. Я стою на горе Кармил. Это то же самое место, вся гора, местность, все ранче. Это моя самая любимая история из всей Библии. Это та история, которую я проповедовал, будучи молодым проповедником. Это история человека по имени Илья. Он был самым сильным человеком, как я считаю, из всех живущих когда-либо. Именно на этом самом месте на горе Кармил развернулись события, когда он стоял перед царем Ахавом и народом израильским. И он бросил им вызов, сказав, как долго вы будете хромать на оба колена. Если Господь — это Бог, будем служить Ему. Но если Ваал — Бог, то давайте будем служить Ему. И, конечно, народ не сказал ни слова. Ему нечего было сказать. Наконец Илья поднялся и сказал, давайте устроим конкурс, давайте помолимся. Тот Бог, который поглотит огнем, и есть Бог. И все это произошло прямо вот на этом месте, где мы стоим сейчас. И, конечно, Илья был настолько уверен, что сказал пророкам Ваала, вы начинаете первыми. Он знал, что Ваал был мертв, что это лже-бог. Все трюки, которые использовались, чтобы обмануть народ, поверить Ваала, не помогут разжечь огонь. Сказано, Илья начал смеяться над ними, начал издеваться, и, наконец, он сказал, «Теперь моя очередь». И Библия говорит, что он соорудил жертвенник. Сказал, давайте положим тельца, давайте состязаться, давайте помолимся. Если Бог поглотит всесожжение, то он и есть Бог. Библия говорит, что раньше народу нечего было сказать, но сейчас они возложили всю свою веру на Илью, видя, что он поставил свою веру на кон. Его уверенность в том, что Бог с ним, и то, что он отложил свою молитву, не пытаясь доказать реальность Бога, но позволил тем пророкам начать с первыми. И вот он стоит, сооружает жертвенник. И первое, что он сказал в молитве, чтобы Бог поглотил огнем, он наполняет водой. Если вы знаете кое-что об огне и воде, то не захотите держать воду рядом с собой, пытаясь развести огонь. Но настолько сильной была уверенность Ильи, что он не беспокоился о количестве воды. Потом говорится, что он помолился, и огонь сошел с небес. И весь народ израильский обратился к Богу. Вот что Библия говорит об этом человеке. Послание Иакова, 5 глава. Илья был человек, подобный нам. Мне нравится этот стих, потому что говорится, что хотя Илья делал такие великие дела для Бога, обратил весь народ к Богу, вызвал огонь с небес, изменил погоду, как мы знаем, все, что он делал, было настолько впечатляющим, как и он сам. Воскрешение мертвых говорится в Библии, но Иаков, брат Иисуса, утверждает, что он был обычным человеком, был подобен нам. Другими словами, Иаков хочет донести до нас, мы можем делать то, что делал Илья. Если кто-либо может говорить на данную тему, то именно Иаков, брат Иисуса. И каждый знает, что он имел в виду, пытаясь сказать, послушай, не живи в тени другого. У Иакова были все права говорить так. Илья был человеком, подобным нам по природе. Другой перевод говорит так. «Починил свои страсти». У него были свои слабости, уязвимые места. Все это было, и тем не менее, Бог использовал его в возврате народа к себе. Я хочу ободрить нас, чтобы мы поняли, о чем Библия говорит здесь. И вы и я можем сотворить перемены в нашем поколении. Нам нужно умертвить любого чуждого Бога, провозгласить, что Бог поглотит огнем. И это не просто слова. Библия говорит, что царство — это не только слова, но и сила. Мы должны демонстрировать. Мы верим, что Бог спасает. Тогда мы молимся за спасение. Если мы верим, тогда мы молимся за исцеление. Мы верим, что Бог поглощает огнем. Верим, что Бог делает сверхъестественное. Тогда нам нужно верить в это. Мы — служители всемогущего. Мы должны подняться и проживать это в своих жизнях. Мы должны создавать перемены. Посмотрите на Илью. Прямо здесь на горе Кормил стоял человек, подобный нам. Мы все еще можем призывать огонь Божий с небес. Мы все еще можем верить в чудеса. Мы верим в сверхъестественное проявление. Все это реально сегодня, как и тысячи лет назад. Таков был Илья. Если мы хотим принести помазание Ильи, то мы не можем иметь раздвоенные мысли. В послании Иакова говорится, если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иаков в своем послании в пятой главе говорит, что Илья был человеком, подобным нам, подчиняющийся страстям, как мы. То, через что прошел Илья, придется и нам пройти. И все, что сделал Илья, мы сможем сделать. А здесь Иаков в первой главе говорит нам, не будьте двоящимися в мыслях. Каков был самый первый вызов у Ильи? Посмотрим третью книгу «Царств» 18 главу. Подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Если Ваал, то Ему последуйте. Мы видим, что Иаков повторяет ту же мысль, что Илья тысячу лет назад. Иаков говорит то же самое, что говорил Илья в свое время. Не будьте раздвоены умом. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Я хочу ободрить каждого из нас в том, что говорит Библия. Если вы раздвоены в какой-то сфере, это может дестабилизировать вашу жизнь. Простая неуверенность в том, кто такой Бог, на который отвечает Илья. Народ, давайте посмотрим, кто есть Бог, и кто бы он ни был, давайте будем служить Ему. Не мучайте себя вопросами, буду я, не буду, следует или не следует. Примите решение. Библия говорит, пусть ваше «да» будет «да», а «нет» будет «нет». И первое, о чем говорит нам Иаков относительно Духа Ильи, это не быть раздвоенным. Иисус реален, так давайте будем служить Ему. Если Он исцеляет, давайте молиться за больных, чтобы они исцелялись, давайте перестанем жить в раздвоенности. В мире неопределенности. Давайте будем иметь одно видение и один фокус. Иисус сказал, если вы взялись за плуг, а оглядываетесь назад, то вы недостойны Его. Люди нуждаются сегодня в стабильности. Люди нуждаются в истинном направлении. И мы как церковь, как христиане, должны быть как Илья. Мы знаем, что Бог реален, знаем, что Бог отвечает на молитвы. Знаем, что Он исцеляет. Мы знаем, что Он восстанавливает браки. И в этом нет неуверенности, нет неясности. И нам нужно всего лишь взять помазание Ильи и перестать быть раздвоенными. Примите это решение. Давайте служить Богу. Смотрите, что еще говорит нам Иаков. Надо быть не просто слушателем слова, но быть исполнителем слова. Аминь. Второе, о чем говорит Иаков в своем послании, это 1 глава, 22 стих. Будьте исполнители слова, а не слышатся ли только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слова и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Иаков говорит, мы просто сидим в церкви, слушаем Слово Божие, мы просто слушатели, а должны быть исполнителями. Я думаю, Иаков знал, о чем говорил. Он думал об Илье. Потому что Библия говорит о том, что когда Илья был подавлен, когда он бежал, то Бог возвел его на гору. И дальше говорится, что огонь сошел. Потом землетрясение. Сначала огонь, потом землетрясение, потом ветер. Библия перечисляет все это. Это были значительные, важные события. И Бог возводит Илью на гору. И говорится, что Бога не было в огне. Бога не было в землетрясении. Бога не было ни в одном из этих явлений. Но Бог был, услышьте меня, в тихом, спокойном голосе. Илья научился слушать голос Бога за шумом, который отвлекает наше внимание. Илья научился настраиваться на тихий, спокойный голос Бога. Когда Илья бросил вызов народу Израиля, давайте узнаем, кто есть Бог, и будем служить Ему. Он знал кое-что о тихом, спокойном голосе Бога. Илья спустился с горы, помазал следующее поколение, своего преемника. И теперь Илья не просто слушатель слова, но и исполнитель. Если мы хотим принести помазание Ильи этому поколению, мы не можем оставаться простыми слушателями слова, но исполнителями. Христиане, которые сидят в церкви каждое воскресенье, слышат Божие Слово, но никогда не исполняют Его, рано или поздно попадают в ложь. Так говорит Библия. Там сказано, вы сидите, слушаете Слово Бога, как человек, смотрящий на свое лицо в зеркале. Это я? Я не нравлюсь себе. Слово Бога показывает меня настоящего. Если вы просто слушатель, то говорится, что вы уходите от этого. Вы забываете, что слышали и что видели. Вы продолжаете жить жизнью вне Божьей мудрости, не осознавая происходящего. Потому что вы простой слушатель. И чем больше слушаете, тем больше обманываете себя. Как христиане могут быть с такими плотскими? Как христиане могут быть с такими мирскими? Христиане могут впасть в грех и даже не осознать, что впали в грех. Потому что они так и не исполняют то, что Бог говорит делать. И перед нами Илья. Он услышал Слово Бога. Он исполнил Слово Бога. А теперь Иаков говорит нам, «Народ Божий, давайте посмотрим Слово Бога. Давайте посмотрим на себя, но не будем забывать свои черты. Это я, Господь. Я раскаиваюсь в этом. Давайте не забывать свои черты. Господь во мне природа Ильи. Я могу делать дела Ильи. Давайте будем говорить, не кто мы такие по Слову Божьему, но кем мы должны быть по Слову Божьему. И давайте принесем этот Дух с собой. Однажды я вышел из дома, и я почувствовал, что Святой Дух говорит со мной. Он сказал мне, «Ты должен поднять носки». Я увидел пару грязных носков на полу. Я подумал, как нелепо. Вы спросите, «Откуда ты знаешь, что это Бог?» Это просто понять. Кто бы заставил меня подумать о носках? Это не были мысли Стива Келли. Это либо молитвы Шерон, моей жены, либо это Бог. В любом случае, Бог. Я проигнорировал эти мысли, сел в машину и отправился в горы в западном направлении, недалеко от дома. И Святой Дух сказал мне, «Я сказал тебе, вернись и подними свои носки». Я возмутился, «Такая нелепость — это всего лишь пара носков. Кого беспокоят носки?» И снова Святой Дух проговорил, «Ясно, как день?» И на этот раз Он сказал так, что я понял это последний раз. Я сказал тебе, вернись и подними носки. Я был облечен. Я развернул машину, спустился с гор, открыл дверь, зашел в дом, и Шерон говорит мне, «Ты что-то забыл?» «Да, я забыл поднять свои носки». Поднял носки, положил в корзину для грязного белья. Шерон подумала, что началось пробуждение. Я бы хотел похвалиться, что стал всегда убирать за собой, но это неправда. Но вот что произошло через неделю. Я был молодежным пастором в городе Пенрот. Я молился за молодежь этого города. Бог показал мне один ресторан, где я меньше всего хотел бы оказаться, чтобы я использовал его и поднимал армию молодых людей, которые достигали бы молодежь, проводящую время в торговом центре. По вечерам в четверг было самое оживленное время торговли, а по вечерам в субботу мы проводили молодежную группу, и мы превратили это место в евангелизационную площадку. Сотни молодых людей приходили в торговый центр, приглашали молодежь возвращаться. Мы делали блины, раздавали напитки, пытаясь достичь молодежи. Внутри ресторана пели христианские музыканты, а вся история с владельцем ресторана, как он предоставил свой ресторан для нас, выглядит забавно. Я почувствовал, как Святой Дух говорит, «Посмотри вот на это здание. Вот его ты станешь арендовать». Я нашел риэлтора и сказал ему, «Я хочу арендовать вот это здание. Я хочу сам поговорить с владельцем, чтобы он дал мне его бесплатно». Он рассмеялся, «Он никогда не даст здание бесплатно». Я думаю, он сдавал его где-то за 2000 долларов в неделю. Я молодежный пастор, и у меня нет и двух долларов в неделю. Два миллиона или 2000 долларов не имело значения. У меня не было таких денег. Но я попросил риэлтора. Пусть он мне сам лично скажет «нет». Я не хочу слушать ваше «нет». Позвольте мне поговорить с ним. Риэлтор дал мне номер телефона владельца, сказав, «Это самый упрямый, самый ужасный владелец из всех, кого я знаю. Он никогда не даст бесплатно». Я подъехал к владельцу и сказал, «Я бы хотел поговорить насчет аренды». И так я попал в дом владельца. Это веселая история. Один из ходатай в церкви молился об этом. Я сомневался, «Бог, но с чего бы ему отдавать бесплатно здание, которое приносит 2000 долларов в неделю?» Вот этот ходатай подходит ко мне и говорит, «Стив, я молился, и Бог сказал, что ты не сделал то, о чем он сказал тебе. А что он сказал тебе? О каком-то ресторане, который ты должен арендовать, а ты все еще не поговорил с владельцем. Бог всего лишь неделя прошла. И так я знал, что это Бог. Я и раньше знал, что это Бог. Но теперь меня упрекал ходатай. Я отправился на переговоры. Вы видели дом владельца? Я мог жить в гараже. Потрясающий дом. Сделаю историю короткой. Я сказал владельцу, «Если вы отдадите нам это здание, Бог благословит вас». Я подумал, очевидно, что этот человек очень хорошо управляется и без Божьего благословения. А он говорил, «Если Бог реален, мой брак разрушен, я теряю своих детей. Бог, если ты реален, ты должен доказать мне свою реальность». В этот самый момент я позвонил. Я молодежный пастор, я хочу помогать молодым людям. И он спросил, «Что за церковь у вас?» Я ответил, «Потрясающе, приходите к нам». Он пришел и отдал жизни Иисусу. Его жена пришла, его сыновья пришли, его дочери, все родились заново. Благодаря этому ресторану, я думаю, 200 молодых людей отдали свои жизни Иисусу. Многие из них являются лидерами сегодня. Они спаслись в то время, как Бог сказал мне, «Стив, если бы не поднял ты свои носки, я бы никогда не сказал тебе об аренде ресторан. Мы не можем быть только слушателями слова Бога, мы должны быть исполнителями Божьего слова. Если мы слышим от Бога, набираемся смелости, исполняем, то увидим чудеса. С этого все начинается. Мы верны в малом, мы будем верны в большом, мы призваны Богом изгонять демонов, воскрешать мертвых, исцелять больных, но при этом не можем поднять своих носков. Нам нужно научиться настраиваться на тихий голос. Когда Бог говорит, «Отпусти боль, отпусти непрощение, почему ты высвободишь этого и не обратишься ко мне?» Вот что говорит нам Иаков. «Будь не только слушателем слова Бога, но будь его исполнителем». И еще третий момент, который мне нравится в поколении Ильи. Оно находится в послании Иакова, 3 главе. В первой главе мы говорили «Не будьте раздвоены умом, не будьте только слушателями, но будьте исполнителями». А в третьей главе он говорит о силе слов. Мы должны знать, что наши слова имеют силу. Библия говорит «жизнь и смерть во власти языка». Илья понял это, слава Богу, и когда он позволил пророкам начать первыми, он знал, что у них нет власти, нет силы в их словах, в их молитвах не было содержания. Он был настолько уверен в легковесности их слов, что позволил им начать с первыми. Но как только он сам стал, послушайте его молитву. «Господь, я знаю, что ты живой». И он доказал это. В его словах была сила. Он активировал их верой. Библия говорит нам, жизнь и смерть находятся во власти языка. Иаков всю третью главу говорит об этом. Мы можем управлять кораблем с помощью руля. И о чем говорит здесь Иаков? Этот маленький орган, называемый язык, может проложить курс и направление для всей нашей жизни. Бог сказал, «Да будет свет, и появился свет». А предыдущий стих говорит, что была тьма. Бог проговорил тьме, и появился свет. А мы сотворены по образу и подобию Бога. Мы можем говорить тьме. Мы здесь не для того, чтобы разрушать проклятие тьмы, а для того, чтобы зажечь свечу. Мы можем сотворить перемены в нашем поколении. Я стою там, где стоял Илья. Я взволнован, думая о возвращении в церковь Духа Ильи. Мы понимаем, что когда говорим слова с властью, в наших словах есть сила. Слова могут изменить ситуацию. И последнее, о чем говорит Иаков, я думаю, это самый мощный момент. Иаков говорит, «Прелюбодеи и прелюбодеица». Достаточно суровое обращение. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Я думаю об Илье. Если бы Илья больше интересовался тем, чтобы быть другом миру, а не Богу, он никогда не бросил бы вызов царю. Он бы искал царской милости, его благоволение. Он смог сказать ему, «Не я создаю проблемы, ты создаешь». Он не хотел быть другом миру, быть принятым, быть признанным пророком, иметь популярность. Он был готов изменить весь народ. И он молился, чтобы Бог ответил огнем. Он даже умертвил всех пророков Ваала. Он истребил их всех. Он знал, что если их оставить в живых, они будут еще больше приносить человеческих жертв. Он хотел покончить с этим. Говорится, дружба с миром есть вражда против Бога. Я молюсь сегодня, чтобы вы и я поняли, кем Бог нас хочет видеть. Мы здесь, чтобы принести перемены. Мы здесь не для того, чтобы слиться с миром. Мы здесь, чтобы принести перемены. И пока мы будем оставаться другом миру, мы не сможем изменить мир, его мысли, его убеждения. Мы будем желать понравиться миру. Библия говорит, «Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Послушайте, как Иаков заканчивает свое послание. Он говорит, «Илья был человеком, подобным нам. Отложите страсти мира». Мы можем делать то, что делал Илья. Об этом говорит Иаков. И все послание Иакова говорит нам о жизни Ильи, бросая нам вызов. Иаков, брат Иисуса, пытался найти свою идентичность. С таким братом, как Иисус, это было хорошим началом. Представляю, как ему говорили. «Почему ты не можешь быть как твой брат? Потому что он Бог». Иаков вообще-то стал верующим только после воскресения Иисуса. Мне кажется, это интересным, потому что Иаков столкнулся с нерушимым свидетельством, что это не просто слова, но сила. Я видел, как мой брат умирал. Сейчас я тоже верю. Он Мессия. Давайте будем Иаковами для этого поколения. Давайте будем Ильей для этого поколения во имя Иисуса. Аминь. Я молюсь, чтобы вы наслаждались этим туром по Святой Земле. Добавлю, что это безграничное восхищение находиться в тех местах, где Библия живает. Сегодня я хочу обратиться к вам, хочу поговорить о ваших отношениях с Иисусом. Вы христианин? У вас есть отношения с Иисусом? Произошла ли у вас изменяющая жизнь встреча с Иисусом? Я молюсь сегодня, чтобы эту серию через тур по Святой Земле Иисус становился бы более живым для вас, более реальным для вас, чем раньше. Я хочу помолиться вместе с вами сейчас. Может, вы никогда не молились этой молитвой раньше. Попросите Иисуса войти в вашу жизнь. Может, у вас нет личных изменяющих жизнь отношений с Ним. Может, вы произносили такую молитву, но знаете, что сегодня вам нужно принять решение приблизиться к Богу, занять правильное положение. Скажите, дорогой Господь Иисус, войди в мою жизнь сейчас и покажи свою реальность. Я принимаю тебя сейчас, твою любовь и твою милость, твою благодать и твое прощение. Спасибо, Иисус, сейчас я христианин, а ты живешь во мне. Во имя Иисуса. Аминь. И аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хотел бы сделать для вас кое-что. Я бы хотел достичь вас, но для этого вы должны достичь нас. Поэтому я прошу вас сообщить, если вы помолились такой молитвой. Если вы зайдете на сайт, указанный на экране, свяжетесь с нами, сообщите, что вы помолились такой молитвой, вы приняли решение приблизиться к Богу, занять правильное положение, то я хотел бы отправить вам подарок совершенно бесплатно, только для вас. Я хотел бы дать вам знать о следующем шаге. Я ободряю вас сделать это прямо сейчас. Уделите время, посетите наш сайт и дайте нам знать о вашем решении. Мы хотели бы увидеть вас в воскресенье. Навестите нас здесь, в Хэнтон Роудс. Где бы вы ни находились, станьте частью хорошей библейской церкви. Бог благословит вас. Спасибо за просмотр. Жду встречи с вами на следующей неделе. Прямо из нашей телестудии я хотел бы обратиться лично к вам и предоставить вам прекрасную возможность. Каждое воскресенье нашу программу смотрят более 40 тысяч человек. Я хочу предложить вам стать партнером этого телевизионного служения. Вы можете поддерживать нас каждый месяц или с помощью одноразового взноса. и так вы поможете нам принести это прекрасное послание большему числу людей. Совсем скоро мы начнем выходить в эфир в России и на Ближнем Востоке. Наше телевизионное служение существует благодаря вашей партнерской поддержке. Я верю, что со временем мы будем служить по всей стране и по всему миру. Мы несем послание, дающее жизнь. Мы не могли бы этого сделать без вашей поддержки и вашего партнерства. Зайдите на наш веб-сайт в приложении «Партнерство». Там вы узнаете, как вы можете стать нашим партнером. Вы можете поддерживать нас каждый месяц или сделать это всего один раз. Хочу поблагодарить вас за помощь, а также дать вам возможность стать нашим партнером. Вы прекрасно знаете, Библия говорит, если вы участвуете в чем-то большом, то ваша жизнь становится гораздо большим. Мы — хорошая почва. Я обещаю, что мы будем молиться за вас. Мы всегда молимся за наших зрителей и за наших партнеров, но за наших партнеров мы молимся по-особенному. Божьих вам благословений и еще раз спасибо за вашу поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова